Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы начинаем работу нашего постоянно действующего веб-семинара «Актуальные вопросы духовного нравственного питания дошкольников с счётом требований ФГОС». Для того, чтобы принять участие в нашем семинаре, нужно в чате зарегистрироваться. С правой стороны вот здесь у вас будет видно, кто зарегистрировался. Значит, регистрация вот по такой форме в чате фамилия, имя, отчество, должность, образовательное учреждение и территория или муниципальный район, или городской область, откуда вы, с какой территорией присутствуете у нас. Если присутствует несколько человек, значит, всех по порядку записывайте, по цифре 1, фамилия, имя, должность, организация и территория. Следующая цифра 2 – фамилия, имя, отчество, должность, организация, территория. Пока не видим в чате зарегистрировавшись. Значит, наш постоянно действующий семинар состоит из трёх семинаров. Первый семинар сегодня вы видите на слайде тема «Освоение нравственной ценности в процессе интегративного личностного образования». Следующий семинар состоится 8 декабря. Тема будет «Взаимодействие дошкольно-образовательной организации с семьёй в духовном и нравственном воспитании дошкольников». И третий семинар «Нравственное воспитание дошкольников в коллективной деятельности» 16 февраля. Значит, начало наших веб-семинаров в 14.00. Вторая форма, которую мы проводим, постоянно действующие семинары, это постоянно действующие проблемно-ориентированные семинары, будут проходить в течение учебного года. А там у нас серия семинаров, состоящие из четырёх семинаров. Первый семинар у нас уже прошёл в сентябре месяце. Следующий будет в ноябре месяце. Это очное участие. То есть приезжайте к нам на очное участие в семинаре. Следующий момент. Мы рассматриваем сегодня усвоение нравственной ценности в процессе интегративного личностного образования дошкольников. Программу семинара вы видите на слайде. Наша программа семинара состоит из двух частей – из теоретической части и практической. А в теоретической части мы рассмотрим требования в ФГОСК организации процесса интегративного личностного образования дошкольников, в аспекте своей нравственной ценности. Затем коллеги из дошкольных образовательных учреждений поделятся своим опытом организации этой деятельности. Представлены будет опыт работы организации интегративной и коммуникативной деятельности как основа своей нравственной ценности дошкольного возраста. Нам расскажет Нина Александровна Руссо, воспитатель детского сада номер 6 Мининского района. Затем представлен будет опыт работы и реализации проекта «Поделерантность дороги к миру» Елены Ивановны Кутыревой, педагога-психолог детского сада номер 30, Веселинка, Юргинского городского округа. И затем Котикова Наталья Васильевна, педагог-психолог детского сада 35, города Полысаева, расскажет нам о развитии коммуникативной способности дошкольников посредством игровой и интегративной деятельности. Ну и затем мы подведем итоги нашего веб-семинара. Значит, я вижу, уже начали регистрироваться коллеги. Очень приятно видеть на чате вашей фамилии. Ну что ж, начнем рассмотрение теоретического вопроса формирования интегративных личностных качеств дошкольников. На слайде вы видите те нормативные документы, которыми опираются по своей деятельности по реализации духовно-нравственного воспитания дошкольников. В ФГО с дошкольным образованием в требованиях к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объема говорится, что программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических, физиологических особенностей. И должна быть направлена решение задач, указанных, например, в пункте 1.6 стандарта, это формирование общей культуры личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности ребенка и формирование предпосылок учебной деятельности. В последние годы в педагогике активно разрабатываются проблемы интегративности, от латинского условия интеграла, то есть объединения в целых каких-либо частей или элементов. Интегративности процесса формирования личностных качеств. Это значит, что процессы выработки всякого личностного качества начинаются с формирования простейших элементов поведения, которые в дальнейшем усложняются и переплетаются, и сочетаются между собой, то есть интегрируются, и определяют развитие и укрепление этого качества. Здесь имеют значение два момента. Во-первых, в силу возрастных особенностей детей нельзя сразу во всей полноте сформировать личностное качество. Во-вторых, любое личностное качество является слишком сложным образованием, и его формирование начинается с выработки сравнительно простых умений и навыков поведения и продолжается в дальнейшем путём их усложнение, обогащение и интеграции в сложный комплекс привычек. Возьмём тоже пример воспитания детей в вежливости. Начинается этот процесс, как правило, с приведения таких простых умений, как приучение к первому здороваться с товарищами или старшими, пригласить гостя, сесть, уступать в место старше, проявлять готовность к оказанию помощи, к выражению сочувствия в каких-то особых случаях и так далее. Забегая вперёд, отметим, что точно так же формируется дисциплинированность, трудолюбие и другие качества. В связи с этим всегда нужно иметь в виду следующее положение. Когда возникает необходимость воспитания детей того или иного личностного качества, нужно хорошо продумать его содержание, выделить в нём простейшие структурные элементы и определить систему работы по их формированию и интегрированию. Без такого детального продумывания предстоящей воспитательной работы нельзя успешно решить ни одной педагогической задачи. Но в процессе воспитания у детей необходимо информировать не одно, а множество различных черт и качеств. Как же быть в этом случае? При решении данной проблемы следует исходить от того, что отмечал нам Макаренко. Человек не воспитывается по частям, что всё его свойства и качества развиваются одновременно с теснейшей связью между собой. В самом деле дети обычно вовлекаются в различные виды деятельности, формы образовательной деятельности, патриотической, игровой, трудовой, нравственно-эстетической, физкультурно-оздоровительной деятельности, но также находятся в постоянном, индивидуальном и коллективном общении. Всё это способствует развитию у них соответствующих потребностей и мотивов поведения, обогащает их сознание, взгляды, убеждения, служит средством выработки поведенческих навыков и привычек и в своей совокупности приводит к укреплению и совершенствованию разнообразных личностных свойств и качеств. Указанная всесторонность и целостность развития детей имеют весьма важное методическое значение. Воспитательная работа должна включать в себя два взаимосвязанных направления, одно из которых должно способствовать одновременному формированию всех личностных свойств и качеств детей, а второе предусматривает решение в каждый отдельный период работы с детьми, одно-двух ведущих воспитательных задач, связанных с выработкой тех черт и качеств, которые отстают в своем развитии. Подобная организация воспитательной работы имеет большое значение. Дело в том, что развитие всех сторон и свойств личностных происходит постепенно и медленно и незаметно для самих детей. Между тем, очень важно, чтобы они ощущали свой рост, совершенствование своей духовности и поведения, и черпали в них силы для дальнейшего развития над собой. Решение ведущих воспитательных задач и формирование связанных с ними личностных качеств как раз и способствует этому. Почувствовав успех в собственном развитии, дети переживают внутреннее удовлетворение, и у них появляется стремление не только закрепить этот успех, но и активизировать свои усилия в дальнейшем с самосовершенствованием. Немаловажную роль играет здесь и второе положение. Если то или иное личностное качество закрепляется, то по законам генерализации распространения она положительно влияет на развитие других сторон и свойств личности. Например, в процессе решения ведущей воспитательной задачи ребёнок стал более активно принимать участие в проведении на культурно-досах мероприятий. Это, несомненно, положительно скажется на его индивидуальном, эстетическом и нравственном формировании, на разумной организации досуга. То же самое происходит, когда ребёнок улучшает своё нравственное поведение, культура общения и так далее. Такое сочетание этих двух направлений в защитлении воспитательной работы позволяет добиваться высоких результатов и педагогической эффективности. Рассмотрим реализацию общих закономерностей воспитания в процессе формирования отношений, личностных качеств. Воспитательный процесс на практике един, целостен, системен. Его можно разделить на виды лишь условно. Интегративность воспитания, как принципы его функционирования, дают возможность вычленить внутренние связи процесса по целям, содержаниям, формам, методам и результатам. Виды интегративных связей могут быть различными по направленности, прямые и обратные, по пространственному расположению, горизонтальные и вертикальные, по выраженности, явная выраженность или неявная, сопутствующая выраженность. Интегративные связи делятся на внутренние и внешние. Внутренние связи отражаются в взаимопроникновении видов воспитания. Внешние связи характеризуют влияние воспитательного процесса на более широкий контекст социализации детей. В самом общем виде под интегративным качеством поднимается элемент под структурой Личности, обладающей направленностью, способностью к саморазвитию и функционированию. Качество Личности является элементом и её структуры, отражает опыт жизнедеятельности, проявляется в поведении, сознании и чувствах. В системе интегративных качеств ведущая рост принадлежит базисным качествам и наиболее полно проявляется здесь сущность и специфичность. Им придаются ценности, через них соединяются другие качества, они всегда проявляются в сочетании с другими, связывают личностные качества из других групп вокруг направленности Личности. Через них поддерживается устойчивость и высокая активность, улицетливается значимость положительных и снижается влияние отрицательных качеств поведения Личности. В целом, базисное качество обеспечивает взаимосвязь общего, типичного и специфичного в структуре Личности. Базисное качество Личности проявляется одновременно в деятельности, в отношениях, в саморегуляции, в саморазвитии, в единстве содержания форм в постструктурах Личности, интеллекта, нравственности, воли и чувства. Образовательные структуры Личности. Первоначальное решающее значение в создании структуры Личности имеет структуры потребностей и их проявления. Все потребности включены в определенные качества Личности, имеют внешние и внутренние стороны. Ведущими отношениями, формирующиеся в качестве Личности, являются отношения к природе, связь Личности с обществом, отношения к истории, к культуре, освоение ценностей цивилизации, отношения к деятельности, отношения к себе как способ самопознания внутреннего мира и воспроизводимость педагогических влияний. Все виды отношений связаны между собой целями Личности и деятельностью по их достижению. Отсюда и наличие и подструктуры направленности Личности. Проформировать Личность значит воспитывать в ней способность к выстраиванию перспективной линии развития на основе ценностных ориентаций и целей жизни. Поскольку внутренний мир Личности — это результат взаимодействия в ее психике с окружающей действительностью, ее изменения всегда порождены и двумя факторами. Фактором и содержанием внешних условий и уровнем развития и состояния психики. Но компоненты подструктуры целостного связаны между собой разными видами жизнедеятельности. Функции структуры фиксируют существующие результаты, отражения в психике происходящих в окружающем мире процессов и явлений, обеспечивают взаимодействие врожденного и приобретенного, образование новых психических процессов и явлений с прежним опытом. Тем самым создаются преемственности в развитии индивида, способствуют накоплению социального ценностного опыта, эффективной деятельности в отношении с окружающей действительностью, отражают результаты внутреннего психического развития, самодвижения, саморазвития духовного мира людей, согласуют между собой в основе иерархии и самодвижения, взаимодействия с отдельными элементами и постструктур в единое целое. Основные постструктуры личности первые — это социально-нравственные постструктуры, родовой характер человека. Устанавливается тесная взаимосвязь в развитии общественной морали и нравственного самосознания личности. В структуре нравственности главным взаимосвязь нравственного сознания, самосознания и поведения. Развитие морали индивида неотделимо от развития его социального существа. Содержание нравственных качеств характеризуется тремя основными признаками — коллективизм, трудолюбие, принципиальностью. Коллективизм — это условия социальной ответственности и селиндарности. Трудолюбие — это фундамент работоспособности и жизненного опыта человека. И принципиальность — это нетерпимое отношение к безнравственному поведению окружающих. Коллективизм — это основа дружбы, товарищества, солидарности, ответственности, гражданского долга, чести, достоинства. Он является приоритетным качеством человека. Трудолюбие обеспечивает активное влияние деятельности и коллектива на формирование всего духовного мира личности. Честность выступает и как принцип поведения, и это одно из ведущих качеств нравственности. Ответственность и свободолюбие выполняют важную функцию. Они связывают воедино интегративные личностные качества и одновременно входят в составные части элемента и в структуру воли и чувств. Базовные качества — это коллективизм и гуманность. Вторая составляющая — это подструктура интеллектуальных качеств. Она обеспечивает человеку ориентировку в мире и самом себе, высокую результативность его деятельности. Эмоциональная подструктура обеспечивает взаимодействие с окружающей средой. Появление эмоций и было качественным и новым уровнем развития восприимчивости чувств обеспечивает адекватную связь человека с окружающим миром. Здравственность невозможна без единства сознания чувств. Структура Личности связывается в единое целое через чувства. Чувства играют важную роль в интеллектуальной жизни человека. Эмоциональная восприимчивость в психике определяет, какая информация будет воспринята, в каком объёме и насколько качественна. Ведущие качества разума — это сообразительность, объективность и связываются между собой благодаря восприимчивости. Роль чувства и эмоции формирают нравственности огромные, как источник жизненного опыта, как стимулятор нравственного развития. Переживание же и отношение к окружающей действительности зависит от мировоззрения. Качество личности, а их считается от 1700 до 2200, является составными элементами интегративных качеств, и из них 90% положительных качеств. При структурном анализе каждого самого сложного мы увидим в основе то или иное интегративное качество в сочетании с другим, сопутствующим её в других подструктурах. Оптимистичность — это базисное качество эмоциональной сферы личности, выражает удовлетворённость жизни в целом. Эстетичность — это чувство гармонии и красоты. воля — это явление функциональное, она часть в целостной системе, выполняющей функции внутренней организованности личности и её деятельности по изменению окружающей действительности и себя в собственном познании, в постановках целей. Её высшее развитие — это целеустремлённость, решительность, самообладание, требовательность. Функции воли, которые она выполняет, это обеспечивает необходимость активность личности и её ведущих видов деятельности, координацию функций сознания нравственности, а интеллекту необходимую организованность, направленность и мотивацию. Вводит из психического отражения физиологической системы саморегуляции как мышление и специфическое проявление деятельности коры головного мозга. Обеспечивает самоуправление поведением, внутренними переживаниями, организует и направляет силы и способности человека в соответствии с нормами. Содержательным качеством воли является также самообладание. С помощью самообладания мы управляем своими переживаниями, силами, способностями. Собладание связано с регуляцией таких качеств, как любознательность, трудолюбие, эмоциональная любознательность. Функции сферы сознания и самоопознания обеспечивают познавательную активность, глубину мышления, идеологическую позицию философских подходов к явлениям современности, то есть убеждённость, самостоятельность в своем инии духовных ценностях общества, устойчивость позиции личности в отношении гуманистической идеологии и морали, терпимое отношение к иной философии, идеологии, морали, то есть проявление таких качеств, как терпимость, толерантность, которые мы сегодня будем рассматривать, компромиссность. Каждое интегративное качество выступает как результат взаимодействия природных, внутренних и социальных предпосылок. Противоположности существуют в самой источнике качества свободы, любви, самоограничения, смелость, осторожность, противоречия в ядре качества и порождают противоречия сознания и поведения. Итак, все интегративные качества являются основными качествами личности, из которых состоит её целостная структура. Итак, мы рассмотрели с вами теоретические вопросы организации процесса интегративного личностного образования дошкольников в аспекте усвоения нравственных ценностей. А сейчас мы перейдём с вами к практической части семинара и рассмотрим опыт работы. Я хотела бы обратить внимание, кто подсоединился к нам, прошу зарегистрироваться в чате, написать свою фамилию, имя, отчество, должность, образовательную организацию и территорию. Ирина Сергеевна Комарова мы видим зарегистрировавшись, остальные пока не видно. Пожалуйста, коллеги, кто подсоединился, регистрируйтесь. Итак, я передаю слово Нине Александровне Русу, воспитатель детского сада номер 6 Милинского района, которого познакомлюсь с опытом организации интегративно-коммуникативной деятельности как основу своей нравственной ценности в дошкольном возрасте. Пожалуйста, Нина Александровна, вам слово. Социально-коммуникативное развитие дошкольников является одним из базовых элементов в системе становления личности ребенка. В соответствии с ФГО дошкольного образования социализация личности дошкольника и его коммуникативное развитие выделены в одну образовательную область — социальное коммуникативное развитие. Подобное объединение направлений развития ребенка не случайно и закономерно, так как решающим фактором развития личности является социальная среда, и именно она обеспечивает полноценную практику взаимодействия и речевое общение. Что такое социально-коммуникативное развитие? Это комплексный процесс, во время которого ребенок усваивает ценности, традиции, культуру общества или сообщества, в котором ему предстоит жить. Это развитие положительного отношения ребенка к семье, к другим людям, к окружающему миру, развитие коммуникативной и социальной компетентности детей. Важнейшей основой полноценного социально-коммуникативного развития ребенка является его положительное самоощущение, уверенность в своих возможностях, в том, что он хороший, что его любят. В современном мире проблема социального развития подрастающего поколения становится одной из наиболее важных. Родители и педагоги как никогда раньше обеспокоены тем, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным. Именно в детстве происходит созревание человека, способного гармонично и эффективно адаптироваться к меняющейся среде и выделить свое «я» среди других людей. Таким образом, актуальность формирования коммуникативных умений дошкольников определяется социальным заказом общества, формированием социально развитой личности ребенка. В то же время мы все чаще сталкиваемся с нарушением в сфере общения, а также с недостаточным развитием нравственной и эмоциональной сферы детей. Это обусловлено чрезмерной интеллектуализацией воспитания, технологизацией нашей жизни. Ведь ни для кого не секрет, что лучший друг для современного ребенка – это телевизор или компьютер, а любимое занятие – это просмотр мультиков или компьютерные игры. Дети стали меньше общаться не только со взрослыми, но и друг с другом. Дети, которые недостаточно общаются с ровесниками и не воспринимаются коллективом из-за того, что они не умеют построить общение, быть интересными окружающим, считают себя уязвленными, непринятыми. Это понижает самооценку ребенка. Он становится замкнутым и застенчивым, испытывает при этом сильнейшее эмоциональное неблагополучие. Меньше трудности ребенок будет испытывать в будущей жизни, в процессе общения, если педагог как можно раньше обратит внимание на эту сторону жизни ребенка и будет вести целенаправленную работу по развитию коммуникативных качеств личности у ребенка, по расширению и обогащению опыта совместной деятельности и форм общения со сверстниками. Общение — основное условие развития ребенка, важнейший фактор в формировании личности, один из главных видов деятельности человека, устремленный на познание и оценку самого себя через посредства других людей. Общение и совместная деятельность — важные составляющие жизни дошкольника. Благодаря им ребенок познает мир, учится строить отношения с другими людьми, личностно развивается. Умение общаться положительно влияет не только на взаимоотношения с окружающим, но и на самооценку ребенка, ее внутренние характеристики, адекватность представления о себе, о своих возможностях, уверенность в собственных силах, эмоциональную комфортность. Только в общении и в отношении с другими людьми человек может почувствовать и понять самого себя, найти свое место в мире, социализироваться, стать социально ценной личностью. Коммуникация в современной жизни методеятельностью становится, то есть деятельностью базовой для всех других видов человеческой деятельности, пронизывающей их и являющейся условием их успешной реализации. Согласно взглядам отечественных психологов Выгодского, Запорожца, Леонтьева, Лисиной и многих других, коммуникативность выступает в качестве основного условия развития ребенка, важнейшего фактора формирования его личности, ведущего вида человеческой деятельности, направленного на познание и оценку самого себя и посредства других людей. Таким образом, являясь приоритетным социально-коммуникативное развитие детей, выводится сегодня в ранг стратегических направлений обновления российского образования, в том числе дошкольного, непосредственно связанная не только с педагогикой, но и психологией, изучающей влияние социальной среды на развитие личности ребенка. Современный образовательный процесс в детском саду построен на значимых для развития дошкольников видов деятельности. Они определены в ЭГО с ДОУ. Какие это виды деятельности? Игровая деятельность дает ребенку возможность почувствовать себя равноправным членом общества. В игре у ребенка появляется уверенность в собственных силах, в способности получать реальный результат. Исследовательская деятельность дает возможность ребенку самостоятельно находить решение, подтверждение или опровержение собственных представлений. Изобразительная деятельность позволяет ребенку с помощью элементарного труда в процессе создания продуктов детского творчества на основе воображения и фантазии вжиться в мир взрослых, понять его и принять в нем участие. Предметная деятельность удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный период, помогает ориентироваться в окружающем мире. Познавательная деятельность обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных интересов, рождает и закрепляет социальные чувства. Коммуникативная деятельность объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет разнообразные потребности ребенка в эмоциональной близости со взрослыми в его поддержке и оценке. Конструктивная деятельность дает возможность сформировать сложные мыслительные действия, творческое воображение, механизмы управления собственным поведением. Проектная деятельность активизирует самостоятельную деятельность ребенка, обеспечивает объединение и интеграцию разных видов деятельности. Каждый вид указанных и других видов совместной деятельности вносит свой особый вклад в процесс социально-коммуникативного развития дошкольников. Одним из приоритетных них является коммуникативная деятельность. Содержание образовательного раздела коммуникация направлено на достижение цели овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающим миром через решение определенных задач. Это создать условия для усвоения недошкольного возраста норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий детей. Развивать социальный и эмоциональный интеллект детей, их эмоциональную отзывчивость, сопереживание, навыки доброжелательного общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Развивать все компоненты устной речи едей во всех видах детской деятельности, способствовать практическому обладению воспитанниками нормами современного русского языка, формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в коллективе, позитивной установке к различным видам труда и творчества. Исходя из представленных задач, нетрудно определить основные направления организации коммуникативной деятельности воспитанников в детском саду. Это создание психологопедагогических условий для речевой практики детей, развития коммуникативных навыков, реализация комплексного воздействия на речевое развитие дошкольников, оптимизация работы педагогов, организация целенаправленной работы с родителями, направленной на правильное речевое воспитание ребенка в семье, создание предметно-развивающей среды, стимулирующее речевое и личностное развитие, уютные групповые помещения, тщательный подбор игрушек, дидактических пособий, наличие специальных кабинетов с модульным оборудованием. Интеграция — один из важнейших принципов ФГОС. Сегодня очень важно перестроиться и предусмотреть интеграцию и проживание ребенком в содержании дошкольного образования во всех видов деятельности, а коммуникация как локомотив, который интегрирует, объединяет все значимые для развития наших воспитанников виды деятельности образовательные области, обеспечивает целостность образовательного процесса. ФГОС приводит в качестве одного из интегральных показателей усвоения программы умение налаживать конструктивное взаимодействие с партнером, свободно общаться со взрослыми и детьми, вести диалог, проявлять доброжелательное внимание, сочувствие, сопереживание, согласовывать свои действия для достижения общего результата, учитывать особенности партнера. Сотрудничество строится на основе интереса детей друг к другу и к совместной деятельности, выражается в способности осознанно вступать во взаимодействие. Выбор форм организации совместно взрослой детской деятельности как средство формирования коммуникативных умений обусловлен становлением у дошкольника внеситуативно деловой формы общения со сверстниками и внеситуативно личностной со взрослыми. В соответствии с ФГО с ДОУ изменилось представление о том, как организовать коммуникативную деятельность, изменился способ организации деятельности, не руководства взрослого, а совместная партнерская деятельность с детьми, которая осуществляется в процессе непосредственно образовательной деятельности, а также в ходе всех режимных моментов. Сейчас мы используем новые формы работы с детьми, которые позволяют обучать дошкольников так, чтобы они об этом даже не догадывались. Организация образовательного процесса в форме совместно партнерской деятельности взрослого с детьми это оптимальное средство решения актуальных проблем, связанных с формированием коммуникативных умений детей, так как именно сотрудничество взрослого с детьми способствует их личностному развитию, а также полностью соответствует современным требованиям организации образовательного процесса. а это предполагает ежедневное включение игр на развитие коммуникативных умений, ведь игра ведущий вид деятельности, в процессе которой дети учатся сотрудничать, общаться, взаимодействовать, активно слушать, перерабатывать информацию и правильно говорить. Игра это школа социальных отношений, в которых моделируются формы поведения ребенка, и наша задача правильно и умело помочь детям приобрести в игре необходимые социальные навыки. Именно в игре дети активно вступают в диалог, задают вопросы, слушают и понимают речь, строят общение с учетом ситуации, легко входят в контакт, ясно и последовательно выражают свои мысли, пользуются формами речевого этикета, регулируют свое поведение в соответствии с нормами и правилами. Таким образом, учитывая, что игра в дошкольном возрасте ведущий вид деятельности, она является одним из наиболее эффективных и доступных способов формирования коммуникативных навыков дошкольников. В работе по данной проблеме можно использовать научно-методическую литературу таких авторов, как Бугуславская, Васильева, Ермолаева, Панфилова и многих других. Основываясь на их взглядах, игры по развитию коммуникативных навыков детей можно классифицировать следующим образом. На первом этапе целью используемых коммуникативных игр является формирование у детей дошкольного возраста базовых коммуникативных навыков, таких как умение выслушать другого, поддержать общий разговор, участвовать в коллективном обсуждении темы, тактично критиковать, хвалить другого, выражать чувства с помощью улыбки, спокойной речи, сочувствовать, сопереживать друг к другу, четко и ясно выражать свою точку зрения, договариваться до конца, внимательно выслушать каждого, не перебивать, научить снимать мышечные напряжения в различных стрессовых ситуациях. На втором этапе формирование адекватной самооценки, развитие интереса к своим товарищам, уважение их мнения, таких как критиковать поступки других, а не личность, понимать индивидуальность других, видеть хорошее в людях, высказываться доброжелательно, фиксировать свое внимание на достоинствах других, ценить общение с ними, создавать атмосферу доброжелательности, радости совместной деятельности, доброты и симпатии интереса друг к другу. На третьем этапе освоение моделей поведения в конфликтной, стрессовой или просто сложной ситуации, таких как чувствовать себя в роли воспитателя, самостоятельно решать ряд сложных проблем, проявлять внимание по отношению к другим людям. Предлагаемый принцип систематизации игр помогает детям пережить чувство общности друг с другом, учит замечать достоинства и переживания сверстника и помогать ему в игровом и реальном взаимодействии, а также индивидуальности ребенка в целом. Все игры на развитие коммуникативных навыков можно использовать во всех режимных моментах, а также в различных формах, таких как игры разминки, упражнения, игры импровизации, пальчиковая гимнастика, инсценировки, игры хороводы, в процессе которых дети учатся сотрудничать, активно слушать, перерабатывать информацию и правильно говорить. В основе метода руководства играми дошкольника лежат принципы. Воспитатель должен играть вместе с детьми. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом так, чтобы детям открывался и усваивался новый, более сложный способ построения игры. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла с партнером. Игры существуют разные, с правилами, творческие, сюжетно-ролевые, подвижные, народные, дидактические, многие другие. Все они нужны и по-своему полезны, так как это ведущий вид деятельности дошкольников. Через игру он познает мир. Общение является важным элементом любой игры. И именно игра позволяет интересно, естественно и эмоционально активизировать общение со взрослыми и с верстниками, научить их вступать в речевой контакт и активно в нем участвовать. Давайте перейдем с вами к конкретным примерам использования игр и игровых приемов в практической деятельности по формированию коммуникативных навыков. Важнейшая предпосылка совершенствования коммуникативной деятельности дошкольников является создание эмоционально благоприятной ситуации, которая способствует возникновению желания активно участвовать в речевом общении. И именно игра помогает создать такие ситуации, в которых даже самые необщительные и скованные дети вступают в речевое общение и раскрываются. Создать такие ситуации помогает оригинальный способ использования волшебной палочки, предметов перевоплощения, короны, колпачка, волшебные ручки или образные игрушки, например, петрушки. Мой петрушка это всегда сюрпризный момент. Это способ организовать детей, привлечь внимание, вызвать эмоциональные отношения, побудить к диалогу. Петрушка изготовлена своими руками, вызывает у детей неподдельный интерес и желание вступать в речевой контакт. Любому взрослому, будь то родитель или педагог, стоит помнить, что в том случае, когда мы вступаем в общение с ребенком, на нас сложится особая ответственность за построение взаимодействия, поскольку именно в общении ребенок воспринимает и усваивает его образцы. Взрослый, который обладает высокой компетентностью в общении, наиболее вероятный образец для ребенка. При этом не просто образец для подражания. Воспринимая те нормы и стиль взаимодействия, которые демонстрируют взрослые, ребенок принимает как естественные и строит их на основе свой собственный стиль общения. Особенность детского коллектива в детском саду является то, что им всегда руководит взрослый, который направляет и координирует действия детей. Минутки дружбы или эмоциональные минутки помогут создать положительный эмоциональный настрой в группе. Они могут использоваться как ритуал при вхождении в день, а также как элементы начала любой совместной деятельности детей. С целью организации детей, привлечения их внимания можно использовать игры в кругу, такие как «Подари улыбочку», «Здравствуй», «Доброе утро», «Давайте поздороваемся», «Солнечные лучики», «Ручеек радости», «Поздороваемся необычно». Такие игры помогают налаживать доброжелательную атмосферу в группе, снять эмоциональное напряжение детей. В таких играх можно всегда использовать сказочный персонаж или предметы перевоплощения. С помощью этих предметов дети с легкостью вступают в диалог, отвечают на заданные вопросы. Используя петрушку, можно предложить детям поиграть в очень интересную игру «Петрушкины забавы». Когда петрушка прячется, слова, которые мы произносим, дети произносят в уменьшительном значении. А когда петрушка появляется, слова, которые произносят, дети произносят в увеличительном значении. Допустим, дом, домик, данище, дождь, дождик, дождище, кот, котик, котище, рука, ручка, ручище. Организуя игры, не будьте занудами, не отвлекайте детей, не критикуйте, не ругайте и не перерывайте. Добровольность – основа игры. Работая с детьми, следует обратить внимание на развитие у детей организаторских умений, умения справедлива и спокойно разрешать споры и конфликты, считаться с мнениями коллектива. Для формирования у детей представления о том, как надо жить в коллективе, что значит быть хорошими товарищами и друзьями, используем литературные произведения. Рекомендую рассматривать картины и иллюстрации в соответствующей тематике, проводить этические беседы. В моей картотеке очень много словесных игр, которые доставляют детям удовольствие, увлекают их, активизируют словарный запас. В таких играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, углублять знания о них, так как в этих играх требуется использовать приобретенные ранние знания, в новых связях, в новых обстоятельствах. Дети с удовольствием вступают в игру, которая называется «Отгадай название сказки». Водящий называет первое слово задуманной сказки, а дети отгадывают и произносят ее полное название. Допустим, Сивка – Сивка-бурка, Заюшкина – Заюшкина-избушка, Конек – Конек-горбунок, Гадкий-гадкий утенок, Царевна – Царевна-лимушка. Коммуникативные потребности человека могут удовлетворяться различными способами. Среди них важнейшими являются жестовые, мимические, речевые, интонационные. К старшему дошкольному возрасту ведущим средством общения становится словом. Вместе с тем, до конца дошкольного возраста неречевые способы коммуникации выполняют роль словесного сопровождения, дополнения, усиления, содержания детской речи. Существует такое понятие – визуальная коммуникация. Это передача информации посредством жестов, мимики, телодвижения. Визуальная коммуникация обладает преимуществом. Она понятна большинству. По данным специалистов, невербальными средствами передается около 70% информации. Существует большая группа игр на развитие невербальных средств общения. Одна из них – игра, в которой дети играют с большим удовольствием, называется «Разговор через стекло», позволяющая развивать у детей мимику, жесты, фантомимику, телодвижение. Содержание игры следующее. Детям предлагается представить, что перед ними стоит толстое стекло, оно не пропускает звука. Один из детей получил задание. С помощью жестов, мимики, движения тела он должен показать определенную информацию, а остальные дети должны отгадать то, что они видели. Для эффективного совершенствования деятельности детей воспитателю требуется использование большого разнообразия методов и приемов. При этом можно работать как индивидуально, так и с группой в целом. К примеру, игра – серия картинок. Задача детей – собрать истории в правильной последовательности. Первую пару помогают найти взрослые, допустим, мишка – шишка, а остальные пары находят дети сами, допустим, шарик – фонарик, маг – рак, подушка – лягушка. Играя в эту игру, дети могут самостоятельно собирать пары, используя картинки. Далее по этим картинкам дети могут составлять свои рассказы. Следующая игра помогает овладеть связной диалогической речью. Подчеркиваем, что в развитии связной речи понятие диалогическая и монологическая речь является центральным. Диалогическая речь рассматривается учеными как первичная естественная форма языкового общения, которая состоит из обмена высказываниями. Для нее характерны такие формы, как вопрос, ответ, добавление, пояснение, распространение, возражание, формулы речевого этикета. Давайте же познакомимся с игрой, которую я использую на своей практике с детьми. Игра «Почемучка». В начале игры детям надо рассказать историю. Где-то на белом свете жила-была бабушка с мучкой. Девочка очень любила задавать вопросы. Только и слышала бабушка. Бабушка, а почему деревья такие большие? Откуда пришел дождик? Кто рисует радугу на небе? Бабушка отвечала-отвечала, а потом рассмеялась и сказала «Да ты у меня не внучка, ты у меня почемучка». А как вы думаете, хорошо ли быть почемучкой? Сейчас мы с вами тоже превратимся в почемучек, надев на голову воображаемую волшебную шапочку. Внимательно посмотрите на картину и придумайте свой вопрос к этой картине. Дети вначале рассматривают картину, а потом к этой картине задают вопросы. Вопросы могут быть разные. Сколько медведей на картине? Что делают медведи? Какая погода изображена? Какие медведи? Кто нарисовал картину? И многие другие. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для ребенка, тем успешнее идет его развитие. Вот почему наиболее близки и естественные для дошкольников игры и активное общение с окружающими. Детям нравится еще одна игра из моей игровой копилки. Игра называется «Чебурашка». Для этой игры необходима игрушка «Сем полюбившийся чебурашка». Взяв руки чебурашку, воспитатель начинает свой рассказ. В одном густом тропическом лесу жил-то был забавный зверек. Однажды он проснулся утром рано и отправился прогуляться. Около фруктового сада он увидел ящики с эпистеменами. Недолго думая, он забрался в один из них. Утолив голод, он уснул, а когда проснулся, то оказался в незнакомом городе. Продавщица вытащила его из ящика и посадила на стул, но так как лапки у него затекли, он взял и чебурахнулся со стулом. Фу ты, чебурашка какой. Теперь он знал, что его зовут чебурашка, а что за зверь ему предстояло выяснить, а мы ему поможем. Итак, чебурашка оказался в зоопарке. Начинается диалог со зверями, воспитатель задает вопросы от имени чебурашки, а дети от имени зверей отвечают, может быть, я слон, у меня такие же большие ушки, а ребенок говорит свой ответ, почему чебурашки не слон, а может быть, я мартышка, потому что я так же люблю кушать апельсины. Следом звучит ответ ребенка, может быть, я хомячок, я такой же маленький и у меня нет хвостика, может быть, я медведь, у меня такая же мягкая коричневая шерстка, я точно не медведь, тогда кто же я и с кем мне дружить. Играющий выстраивает свою версию, с кем будет жить чебурашка. Насыщенная игровая деятельность в процессе социально-коммуникативного развития позволяет детям овладеть доступными для них способами моделирования окружающей жизни, усвоения образцов речевого поведения. Воспитатель должен заботиться о том, чтобы жизнь детей в детском саду была содержательной, способствующей развитию разносторонних интересов детей. В заключении хочется сказать, что работа по формированию коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста способна обогатить социальный опыт детей и, возможно, устранить большую часть проблем в общении. На наш взгляд, одним из наиболее эффективных способов формирования у ребенка всех вышеперечисленных качеств может быть организаций с детьми совместно партнерской игровой деятельности. А высокий уровень коммуникативности всегда выступает залогом успешной адаптации человека в любой социальной среде, что определяет практическую значимость формирования коммуникативных умений с самого раннего детства. Спасибо всем за внимание. Ваши коллеги, я хотела обратить ваше внимание для тех, кто зарегистрировался. Будьте добры, распишите фамилии, имя, отчество, должность, образовательную организацию, а затем территорию укажите. Вот я здесь вижу три человека присутствуют, написали. Будьте добры, расшифруйте все фамилии, имя, отчество всех присутствующих, должность, образовательная организация, территория. Итак, коллеги, мы сейчас с вами познакомимся с опытом работы Кутараева Елены Ивановны. Она представит свой проект «Толерантность и дорога к миру» как интегративное образование, личностное образование дошкольников. И еще сделать хотел небольшое объявление. Сейчас нашим кабинетом будет проводиться Иоанновские образовательные чтения, и мы готовим сборник статьи, будет раздел по дошкольному образованию тоже. Для этого нужно выйти на сайт нашего института, в разделе конференции есть регистрация на Иоанновские чтения, у вас будет участие заочная публикация статьи, там зарегистрируйтесь, прикрепляйте свою статью, требований к оформлению тоже там же находятся, поэтому будьте добры, присылайте свои статьи для сборника Иоанновских образовательных чтений. Спасибо. Итак, слова Елены Ивановны. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня я хочу вам рассказать о реализации нашего проекта в ДОО, который называется «Толерантность дорога к миру». Своё выступление мне хотелось бы начать со слов Сусловой. Дружелюбие, уважение к людям разных национальностей не передаются по наследству. В каждом поколении их нужно воспитывать вновь и вновь. И чем раньше начинается формирование этих качеств, тем больше устойчивость они приобретут. Я не случайно заострила ваше внимание на этих словах. Проблема воспитания толерантной культуры на сегодняшний день является одной из самых актуальных в России. В стране много национальных, с множеством разнообразных и непохожих друг на друга культур. Воспитание детей в духе толерантности сегодня отстает от реальных потребностей практики воспитания дошкольников и современных требований общества. В последнее время часто возникают дискуссии о толерантном мире, мире без насилия и жестокости. На экранах телевизоров дети чаще видят сцены насилия, пренебрежительного отношения к личности, унижения как над человеком другой культуры, так и над образом культуры другого народа. Психика детей восприимчива к любым примерам поведения, как положительного, так и отрицательного характера. А в силу своего небольшого социального опыта ребенок впитывает в себя все, что видит и слышит, не понимая, правильно это, хорошо это или плохо. Период дошкольного детства очень важен для развития личности ребенка. На протяжении всего дошкольного периода интенсивно развиваются психические функции, формируются разные виды деятельности, закладываются основы развития познавательных способностей. В дошкольном возрасте у детей происходит формирование навыков уважительного и доброжелательного поведения во время взаимоотношений со сверстниками в группе. Детский сад, являясь первой ступенью становления межличностных отношений, может и должен уделять особое внимание проблеме толерантности. В нашем детском саду, как и во многих других детских садах, вместе воспитываются дети разных национальностей. Это позволяет назвать наше учреждение многонациональным. Поэтому для нашего педагогического коллектива важно было не только формирование дошкольников чувством гордости за свое национальное «я», но и ознакомление их с культурами и традициями других народов, воспитание доброжелательного отношения к людям других национальностей, чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов. Работа по нравственному, правовому, патриотическому воспитанию в нашем дошкольном учреждении проводится уже давно, так как мы считаем, что толерантные качества формируются у детей постепенно в процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, о жизни страны, о народах и ее населяющих. Детский возраст является синдитивным периодом для формирования основ духовно-нравственного развития личности. Это период развития социальных интересов и жизненных ценностей. Сохранить человеческое в наших детях, заложить духовно-нравственные основы, которые сделают их более устойчивыми к нежелательному влиянию, научить их правилам общения, уважительного и доброжелательного поведения, умению жить среди людей. Все эти задачи нужно решать в стенах дошкольного учреждения. Для этого необходимо проводить систематическую работу со всеми участниками педагогического процесса, создавать развивающую обучающую среду в группах повышать уровень самосознания и проявления толерантности у воспитанников, воспитателей, родителей, родителей воспитанников. Наблюдения за воспитанниками нашего детского сада показали, что у детей низкий уровень развития толерантности, который проявлялся в обидчивости на сверстников, в агрессивности поведения, в отношении детей иной национальности. Способность к эмпатии у них практически не выражена. Во всех проблемах чаще всего обвиняют окружающих. Кроме этого, у воспитанников отмечается низкий уровень познавательного интереса к своей стране, к миру, к жизни, к культуре разных народов. Осознавая значимость данной проблемой, проблемой нами был разработан проект «Толерантность дорога к миру». Цель проекта способствует формированию толерантных качеств воспитанников дошкольных учреждений, а именно уважение и добра, отзывчивость и справедливость и взаимопомощь и принятие людей такими, какие они есть, понимание и дружелюбие. Основные задачи, решаемые в ходе реализации проекта, вы можете увидеть на слайде. Наш проект состоял из следующих этапов. Первый этап подготовительный. На данном этапе мы выявили проблему и наметили пути ее решения. Также мы изучили методическую литературу, публикации по обозначенной теме. На втором этапе мы сформировали инициативную группу и распределили обязанности между участниками. Разработали мероприятия для родителей, воспитанников, педагогов. Создали предметно-развивающую среду, изготовили наглядно-дидактическое пособие. Также мы оформили в фойе музыкальный зал в соответствии с выбранной тематикой проекта. Третий этап был основной деятельностно ориентированный. На данном этапе мы реализовали проектные мероприятия. Каждый день был тематическим. мы проводили коллективные игры, занятия с воспитанниками, беседы с детьми, провели физкультурно-оздоровительный досуг, музыкально-театрализованная деятельность присутствовала в этом этапе, провели совместные мероприятия с родителями, воспитателями. Также не осталась в стороне и творческая работа с участниками нашего проекта. Четвертый этап заключительный. На данном этапе мы подвели итоги и провели итоговое мероприятие музыкальный праздник каждому из нас по силам сделать мир лучше. Пятый этап был рефлексивный. На данном этапе мы проанализировали результаты проекта и презентовали мини-музей и наш проект определили перспективы дальнейшей работы по проекту. Для того, чтобы работа по воспитанию толерантности у дошкольников была плодотворной, необходимо было задействовать широкий спектр мероприятий разных видов деятельности. Воспитательное воздействие осуществлялось в процессе непосредственно образовательной деятельности. Мы провели такие занятия. Будем доброту повсюду сеять. Провели беседы на тему что такое толерантность, милосердие, сострадание, терпимость и прочее. Занятия с целью знакомства детей с культурой, традициями, русскими народными праздниками. Беседы о международных и всемирных днях. Игры-занятия созданы на материалах различных сказок с целью решения проблем нежличностного взаимодействия в сказочных ситуациях. Например, Любочка и ее помощники. При проведении досуговой самостоятельной игровой деятельности с воспитанником проводились русские народные подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, основной целью которых являлось освоение и практическое применение детьми способов толерантного взаимодействия. Наибольший эмоциональный отклик у детей вызвала театрализованная деятельность, в основе которых лежали сказки народов мира. Например, было театральное представление «Заюшкина и Бушка». Также мы провели спортивный досуг под названием «Путешествие в страну русских потешек» и музыкальное развлечение «Ти-де-я домой с тобой». Большое воспитательное значение придавали коллективным творческим делам, так как в них каждый ребенок наиболее полно раскрылся, узнавал что-то новое о ребятах, с которыми он был знаком уже не первый год. Была организована выставка плакатов «Планета дружбы». Воспитанники приняли участие в акции «Поможем малышам», изготовили поделки, аппликации для друзей и для воспитанников младших групп. Опыт работы показал, что каждое проведенное занятие проекта это ступенька формирования толерантного сознания, способствующая возникновению детей добрых чувств, налаживаемых доброжелательных отношений со взрослыми сверстниками через нестандартные занятия, такие занятия, как занятия экскурсия, мы разные, но мы вместе, занятия игра «Нет друга ищи, а найдешь береги», занятия сказка. Такие нестандартные занятия представляют собой новые формы обучения с элементами новых коммуникативных технологий, такие как диалог, дискуссия, сотрудничество, где создаются условия для свободного высказывания детей, неограничивающие их порывы и желания, всячески одобряя суждения по разным поводам, соблюдая баланс между специально организованными видами деятельности, двигательной и интеллектуальной активностью воспитанников. Согласно требованию ВОЗ-ДОУ, предметно-развивающая среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформированной, полифункциональной, доступной. Таким образом, содержание проекта потребовало пересмотра предметно-пространственной среды, группы. Например, «Уголок по чтению» был пополнен произведениями писателей и поэтов разных стран. Также дети познакомились с татарскими народными сказками о терпимости, как о качестве толерантной личности. С детьми рассматривали репродукции картин великих художников, куклы в одежде разных национальностей, народные игрушки пополнили игровой уголок. В помощь воспитателям были сформированы картотеки подвижных и досуговых игр народов мира, кидактических игр на развитие детей толерантности. Был оформлен уголок мира и музей. Осуществляя плановую работу по формированию толерантных качеств, были использованы разнообразные приемы и методы. Например, упражнения детей в элементарном анализе и сравнении предметов в одежде разных национальностей. Постановка вопросов проблемного характера и самостоятельный поиск ответов после просмотра в мультфильмах о дружбе, добрых и плохих поступках. Наблюдение, живое общение с окружающим миром. Создание игровых ситуаций, сюрпризных моментов, например, появление незнайки, чтение художественной литературы, драматизация. Помимо специально организованных интегрированных занятий бесед, большое внимание в реализации задачи формирования толерантной личности у детей было уделено совместной деятельности взрослого детьми. Дидактические игры, такие как «Кто в какой стране живет? Узнай наш герб», сюжетно-ролевые игры, «Башни мира? Готовимся к празднику». Театрализованные игры, подвижные игры. Все эти виды игры помогают формировать соответствующие знания и навыки. Для того, чтобы ребенок понял и принял положительные нравственные нормы толерантности, безусловно, необходимо было участие родителей и родных. Наши родители с удовольствием включились в этот проект, откликнулись на наше приглашение и активно помогали нам в реализации поставленных задач. Они поддержали нас в работе по созданию мини-музеев предметов быта разных народов мира. В целях повышения воспитательно-образовательного процесса наше дошкольное учреждение сотрудничает с различными социальными институтами детства. Основным направлением работы по воспитанию толерантной личности было создание системного социокультурного пространства, расширение связей для получения положительных результатов работы. При реализации проекта мы тесно сотрудничали с Юргинским городским краеведческим музеем Центральной городской библиотекой города Юргин. В результате взаимодействия был подобран методический материал для разработки проекта, в котором постарались реализовать идею создания системы, обеспечивающей активное усвоение ценностей, норм и правил толерантности на интегрированные методологии, совмещающие личностно ориентированные деятельностные и компетентностные подходы, как необходимые условия реализации в ГОС в образовании. Также одним из социальных партнеров выступил коллектив образцово-хореографического ансамбля восточного танца «Ситара», который с удовольствием откликнулся и помог нам в организации и проведении итогового мероприятия, подарив выступление ярких гостей из Казахстана. После реализации данного проекта в нашем образовательном учреждении были получены следующие результаты. У воспитанников дошкольного учреждения сформировались такие качества, как уважение, доброта, отзывчивость, справедливость, стремление оказать взаимопомощь друг другу и принять людей такими, какие они есть, понимание и дружелюбие. Разработанный и реализованный проект «Толерантность дороги к миру» показал свою эффективность в формировании волевых качеств, умение исследовать своих поступков положительному примеру. Духовно-нравственного воспитания, которое способствует развитию воспитанников уважения, почитания, понимания особенностей культуры и традиций разных народов. Умение управлять своими чувствами и настроениями. На протяжении всего проекта у участников сохранялось радостное настроение. Умение оказывать помощь другому человеку, договариваться, устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками, дружить, не обижать младших детей. Конечно, формирование толерантных качеств протекало постепенно, потому что все дети разные. Одни доброжелательные, активные, другие застенчивые, третьи замкнутые. У каждого свои индивидуальные особенности, способности. Усилилась взаимосвязь в вопросах воспитания и рамках отношений между семьей и дошкольным образовательным учреждением, что способствовало активизации родительской позиции. Благодаря специально организованным мероприятиям по оказанию консультативной помощи, родители приобрели знания в области воспитания толерантных отношений своих детей и что важнее всего начали притворять их жизнью. Для того, чтобы больше узнать о традиционной кухне некоторых народов мира, мы пригласили родителей поучаствовать в культурно-досуговой деятельности. И на этот раз также не обошлось без сюрпризных моментов. Маленький очаровательный «Евенок Тимур» доставил на воздушном шаре посылку из Татарстана со вкусным национальным лакомством чак-чак, а его мама рассказала всем присутствующим о секретах его приготовления. Методический кабинет пополнился литературой, демонстрационным материалом, наглядно-дидактическими пособиями. Появились картотеки подвижных игр, досуговых мероприятий с детьми. Все вышеперечисленное внесло значительные изменения в психологический климат дошкольного возраста и повлияло на повышение качества образовательного процесса в целом, адаптацию и социализацию детей на следующую возрастную ступень развития. Проект позволил организовать приоритетное направление в развитии дошкольного образовательного учреждения, практическую деятельность педагогов по толерантному воспитанию детей, разработать и реализовать системы мероприятия с детьми и родителями в данном направлении. В результате реализации данного проекта в учреждении была создана доступная среда, способствующая освоению навыков толерантного отношения к окружающей действительности представителям разных культур и национальностей. Завершился проект большим итоговым праздником. Каждому из нас по силам сделать мир лучше. Людей разных национальностей всего мира объединяет музыка, песни, танцы висели. Поэтому на протяжении нашего мероприятия было много шуток, игр, танцев, звучали стихи и песни о дружбе. Дети мира исполнили стихотворение, в котором они призывали всех к миру, чтобы не было на земле войны и несчастье, чтобы наш мир сохранился, становился лучше и светлее, а люди чище и добрее. На нашем празднике царила хорошая атмосфера. В завершение мероприятия все встали в большой хоровод, дружат дети всей земли. Прошел праздник на одном дыхании, все расходились в хорошем настроении, получили заряд бодрости, энергии и, конечно же, много полезной информации. В очередной раз дети, педагоги, взрослые увидели в том, что дружба великая сила, что дружба крепка, не лестью, а правдой и честью, что если друг за дружку держаться, можно ничего не бояться. На этом проекте мы учились открытости, искренности, душевности, состраданию, тема толерантности оказалась интересной и актуальной для нас и ребят. Вопрос формирования толерантных качеств у воспитанников дошкольных учреждений нельзя считать исчерпанным. Он требует дальнейшего исследования многих сторон формирования толерантности. Поэтому работа в данном направлении будет продолжаться на следующих этапах развития воспитанников группы. Толерантный путь это путь человека, хорошо знающего себя, комфортно чувствующего в окружающей среде, понимающего других людей, готова прийти на помощь, человека с доброжелательным отношением к иным культурам, взглядам и традициям. И мы желаем каждому ребенку и взрослому идти именно по этому пути. Спасибо за внимание. Спасибо большое Елена Ивановна за предоставленный опыт. Сейчас мы познакомимся с опытом работы Натальи Васильевны Котиковой детский сад номер 35 город Полысаева использование развития коммуникативных способностей дошкольников посредством игровой интегративной деятельности. Это разрешение конфликтной ситуации, о чем мы с вами уже говорили выше. Коллеги, кто еще не зарегистрировался, пожалуйста, зарегистрируйтесь в чате, кто к нам подсоединился еще. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо, что нашли время посетить, послушать наш вебинар. Жизнь в социуме предполагает постоянное общение людей, успешность которого часто зависит от умения контактировать с окружающими людьми. От уровня сформированности дошкольников коммуникативных способностей во многом зависит их адаптация в коллективе сверстников сначала в группе детского сада, затем в школьный класс и выход самостоятельно в взрослую жизнь. В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования социально-коммуникативное развитие дошкольников рассматривается как необходимая образовательная область, обеспечивающая важнейшее направление развития ребенка. И в качестве одного из компонентов оно включает совершенствование навыков общения и взаимодействия со сверстниками, формирование готовности к совместной деятельности с ними. Данный процесс должен быть направлен на целостную систему целевых ориентиров, связанных с получением ребенка разнообразного позитивного коммуникативного опыта и развития в него различных коммуникативных умений. В дошкольном периоде детства сенситивен для формирования у ребенка основ коллективистских качеств, а также гуманного отношения к другим людям. И если основы этих качеств не будут сформированы в дошкольном возрасте, то вся личность ребенка может стать ущербной и впоследствии восполнить этот пробел будет чрезвычайно трудно. Именно в дошкольном возрасте формируется представление ребенка о конфликте и конфликтной ситуации, характер которых во многом определяет реальное поведение дошкольника в конфликте. А чтобы говорить о детских конфликтах, нужно знать, что такое детский конфликт. В словаре по дошкольному образованию дано следующее определение. Детские конфликты — это конфликты, возникающие между детьми и способствующие значительным искажениям в поведении ребенка, в его отношении к сверстникам и к себе. Практически в каждой группе детского сада разворачивается сложный, порой драматический сценарий межличностных отношений детей. Дошкольники дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу, а иногда делают мелкие пакости. Все эти отношения остро переживаются ребенком и окрашены массой разнообразных эмоций. Эмоциональная напряженность и конфликтность детских отношений значительно выше, чем среди взрослых. Родители и воспитатели иногда не придают этому значения и не подозревают о той гамме, богатейшей гамме чувства отношений, которые переживают их дети. И, естественно, не придают особого значения детским дружбам, ссорам и обидам. А между тем, опыт первых отношений со сверстником и является тем фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности ребенка. Именно поэтому при формировании нового детского коллектива по традиции первую игру с детьми мы начинаем с волшебного круга. В нем взрослые дети играют вместе. Круг держится силами всех участников. Здесь каждый важен, все на равных позициях. Все могут видеть друг друга, посмотреть друг на друга, глаза посмотреть, взяться за руки, получить поддержку от сверстников и взрослых и дать ее самому. Девиз круга «Мы вместе». Стоя в кругу, нужно каждому участнику назвать свое имя и к нему добавить два-три прилагательных или предложения составить, раскрывающие их как личность, раскрывающие их увлечения и умения. Именно круг по наблюдению психологов является гарантией защищенности. Также круг можно назвать и атмосферным явлением, потому что тональность круга, его добросердечность, теплота определяет общую атмосферу жизни детей группы. В процессе работы в кругу происходит обмен опытом детей, выявляются различные точки зрения, активизируются творческие потенциалы ребенка. И если ребенок примет на себя со всеми своими слабостями и недостатками, признает их и одновременно поймет свои сильные стороны, то и тогда он продвинется вперед. Мотивы, побуждающие ребенка вступать в общение, связаны с тремя его главными потребностями. Это потребность в впечатлениях, в активной деятельности, и в признании, и в поддержке. То есть то, что необходимо ребенку в процессе общения. Способность к общению включает в себя первое, желание вступать в контакт с окружающими людьми, второе, умение организовывать общение, характеризующего умение слушать собеседника, эмоционально сопереживать и решать конфликтную ситуацию. И третье — это знание норм и правил, как необходимо следовать при общении с окружающими. Взаимодействие воспитателей с детьми предполагает переориентацию поведения ребенка в конфликтной ситуации. Это целебносообразно делать непосредством простого запрета, окрика или замечания, а с помощью позитивных сообщений, особенно в ситуациях, когда конфликтная ситуация является результатом сознательных действий ребенка, связанных с опасностью для него самого и других детей, а также асоциального поведения, проявляющего в вспышках агрессии, гнева, требующих немедленной реакции воспитателя на эти действия. Этот вид сообщений не должен исключать просто критику этих действий и их запрет. В любой конфликтной ситуации воспитатель должен высказать своим детям свое отношение к ним, то есть через «я» сообщение. Примерно такого содержания. «Мне не нравится, когда в группе дети дерутся, ссорятся». Нет сомнений, что о том, что спокойное обсуждение проблемы вместе с детьми, в конце концов, приводит к мирному ее разрешению. Позитивное сообщение, призванное изменить поведение ребенка, и включает три компонента. «Описание» произведенного им действия. Второй момент – «Описание возможного или неизбежного результата этого действия». И третий – «Предположение альтернативного варианта поведения». Необходимо, чтобы в структуру такого сообщения входили все три компонента. Особенно важно не ограничиваться одним объяснением, почему так делать нельзя, а предложить детям другой вариант поведения в этой ситуации. Педагог должен подавить собственные и детские отрицательные эмоции с использованием позитивного сообщения, которое включает в себе описание произведенного действия. Конфликты в детском коллективе легче предупредить, чем их разрешить. Определяющим фактором профилактики детских конфликтов играет их направленность на научение дошкольников определенным социальным нормам взаимоотношений и взаимодействий, соблюдение которых является важным аспектом в социально-коммуникативном становлении личности. При развитии коммуникативных навыков детей особое внимание уделяем обучению детей приемам эмоциональной саморегуляции, саморегуляции своего состояния, в основе которой лежит умение расслабляться, умение владеть своими чувствами, понимать и различать эмоциональное состояние других людей, выражать дружеские отношения, симпатии, сочувствия и сопереживания к окружающим. Например, с помощью упражнений «тряпичная кукла и солдат» поможет расслабиться детям в тех случаях, когда они сильно напряжены. Быстро напрячь мускулу и затем их отпустить — это испытанный и надежный способ расслабиться. Детям дается такая инструкция. «Пожалуйста, встаньте все прямо и расположитесь так, чтобы круг у вас было с достаточно свободным местом. Полностью выпрямитесь и вытянитесь в трубку, как солдат. Застыньте в этой позе, как будто вы одеревенели, и не двигайтесь». И воспитатель в это время должен показать детям эту позу. А теперь наклонитесь вперед и расправьте руки так, чтобы они у вас болтались, как будто они без косточек у вас. А сами станете мягкими, подвижными, как тряпичная кукла. Педагог в этой ситуации снова показывает позу детям. Слегка согните колени и почувствуйте, как ваши косточки становятся мягкими, а суставы очень подвижными. Попросите детей попеременно быть то солдатом, то тряпичной куклой до тех пор, пока вы не увидите, что состояние детей нормализовалось и мышечное перенапряжение ушло. Далее дети завершают расслабление всех мышц тела, выполняя задание педагога. Теперь стряхните руками, как только вы хотите стряхнуть, капельки воды с рук. Стряхните капельки воды со спины, по ежице нужно. Теперь стряхнуть воду нужно и с волос, потрясти головой, а теперь с верхней части ног и ступней. А вот такое упражнение, как массаж в кругу, позволит не только расслабиться и снять напряжение, чрезмерно активность и приобрести кинестетический опыт, но и сблизить отношения в группе между участниками. Группа становится в круг друг за другом. Воспитатель дает инструкцию. Представьте себе, что вы деревья в саду. Летний ветерок покачивает ваши ветки руки и начинает идти мелкий дождик. И в это время дети кончиками пальцев легко стучат по спине стоящего впереди участника. Дождь усиливается в соответствии с движением пальчиков, боли напористые становятся. Постепенно дождик затихает и начинает выглядывать солнышко. В это время происходит поглаживание спины. А теперь развернитесь на 180 градусов и отблагодарите партнера за приятные ощущения. И идет повторение инструкции. Таким образом, дети начинают чувствовать друг друга и появляется уверенность. По завершению выполнения упражнения проводится рефлексия. В индивидуальной работе используем упражнение «Возьми себя в руки». Ребенку говорят, как только ты почувствуешь, что ты забеспокоился, хочется кого-то стукнуть, что-то кинуть, то есть очень простой способ доказать себе свою силу. Обхвати ладонями локти и сильно прижми руки в груди. Это поза выдержанного человека. И когда ребенок проделывает это упражнение несколько раз, он на самом деле успокаивается и более того, уже может самостоятельно использовать это упражнение для саморегуляции эмоциональной неустойчивости. А вот такое еще есть упражнение. Называется оно «Ты лев». Педагог дает следующую инструкцию. «Закрой глаза. Представь льва царя зверей, сильного, могучего, уверенного себе, спокойного и мудрого. Он красив и выдержан, горд и свободен. Этого льва зовут как тебя. У него твое имя, твои глаза, твои руки, ноги, тело. Лев – это ты. Ребенок выполняет упражнение, пока не успокоится и не войдет в образ льва. Для того, чтобы дети могли самостоятельно применять эти упражнения, то им необходимо определенное место в группе. У нас для этих целей предусмотрены уголы поединения и островок спокойствия. Низкая сформированность одного из компонентов влечет за собой детские конфликты. Самые эффективные методы профилактики конфликтов у дошкольников – это игровые методы. Игра – это не просто развлечение, это творческий, вдохновенный труд ребенка, это его жизнь. В процессе игры между детьми складываются два вида отношений. Первое – отношения, которые определяются содержанием игры и правилами игры. Второе – это реальные отношения, которые проявляются по поводу игры, распределения ролей, выхода из конфликта и так далее. Реальные отношения, будучи личными, формируются не только в игре, но и в ходе всей жизни ребенка в детском саду. И таким образом, на основе реальных отношений у детей формируется или не формируется качество общественности, способность входить в группу играющих детей, действовать внеопределенным образом, устанавливать связи с партнерами, подчиняться общественным умениям. Качество общественности позволяет ребенку успешно взаимодействовать с другими людьми. На основе взаимоотношений формируются общественные чувства, привычки, развивается умение действовать совместно, целенаправленно, происходит понимание общности и интересов, формируются основы самооценки и взаимооценки. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для их уединения. Чтобы обогатить социально-коммуникативный опыт детей, сделать жизнь интересной и содержательной, наполнить яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества, общением, образовательный процесс необходимо наполнить игровым взаимодействием. При организации игрового взаимодействия между собой и взрослыми, педагоги детского сада обеспечивают ребенку свободное освоение разных игровых ролей, когда он без страха внешней оценки на основе разных игровых ролей приобретает собственный опыт социального самовыражения. Ребенок имеет возможность самому дозреть до социального самоопределения путем собственного игрового экспериментирования. В игровом взаимодействии ребенок приобретает личностное новообразование, гармонизирующее его развитие, автономность, инициативность, социальную умелость, культурсообразного самовыражения. Все игры мы условно разделили на парные, они способствуют расширению открытости по отношению к партнеру, умению чувствовать и понимать его. Взаимодействие в паре представляет собой слитный, целостный процесс совместной деятельности и общения. И чтобы к началу школьного возраста развитие у дошкольника навыков взаимодействия в паре было освоено, его развитие должно осуществляться постепенно и пройти в дошкольные годы, те периоды. Первый этап — это 4-5 лет. Дети получают позитивный опыт работы в паре и группе сверстников под руководством взрослого. Вот это самый главный момент, что под руководством взрослого. То есть взрослые корректируют всю игровую деятельность детей. Второй этап — дети 5-6 лет. Получают опыт договора пары о выборе предмета деятельности. Но вот опять под руководством взрослого. Развитие самостоятельности и творчества в совместной деятельности. И третий этап — 6-7 лет. Получение опыта осознанного и самостоятельного договора в паре и группе о предмете и способе деятельности. Вот тут уже дети самостоятельно это делают. Но опять-таки взрослые контролируют. Нашим детям очень нравится парная игра «Один карандаш». У каждой пары есть только один лист и один карандаш. Детям нужно нарисовать любой сюжет, соблюдая главные условия игры. Не разговаривать, не переглядываться, держать карандаш всё время вместе. По окончании игры обязательно проводим рефлексию. Выясняем, насколько сложно было детям договориться молча, сделать одни действия. И намечаем дальнейшую работу по развитию коммуникативных навыков. Второй вид игр — это групповые игры, где дают навыки взаимодействия в коллективе детям малообщительным, замкнутым, зависимым, тем, у кого снижена самооценка. Групповые игры — эффективное средство формирования культуры поведения и дисциплины дошкольников. Среди групповых игр можно выделить такие игры. Подвижные, тетрализованные, игры с конструктором, музыкальные игры, народные игры. Игра внешне только отличается. Игра внешне кажется беззаботной и лёгкой, но на самом деле она властно требует, чтобы играющий отдал ей максимум своей энергии, ума, выдержки, самостоятельности. Технология игровых методов профилактики детских конфликтов нацелена на то, чтобы научить дошкольников осознавать мотивы своего поведения и сформировать социально-коммуникативные навыки в игре и жизни, то есть сформировать цели самостоятельной деятельности. Игра дошкольников является многоплановым, многопластовым образованием, который порождает разные типы детских отношений, сюжетные или ролевые, реальные или деловые, межличностные отношения. Кроме методов в образовательной деятельности педагогов, широко используются созидающие и имеет место быть тормозящие приёмы. Созидающие приёмы, привлекающие к ребёнку к совершенствованию моральных ценностных поступков, ведущих к накоплению положительного поведенческого опыта, построению на динамике чувств и актуализации сокровенных чувств. А тормозящие приёмы — это демонстративное проявление власти педагогам, приёмы со скрытым воздействием. Конечно, таковых приёмов не должно быть в образовательной практике педагогов. Профилактика конфликтов у дошкольников будет эффективной при активном участии педагогов и родителей, и также если учитывать факторы, влияющие на возникновение конфликтов. Дошкольник не может обойтись без сверстников, однако его общение с ними без помощи взрослых всегда оказывается малоэффективным. Ребёнку нужно учить выражать свои эмоции и желания, сочувствовать и помогать другому человеку, достойно выходить из конфликтной ситуации, мириться, различать допустимое и недопустимое поведение. Успешному разрешению конфликтной ситуации способствует юмор, который присутствует в дразнилках, мерилках, обзывалках, художественных произведениях, мультфильмах. Например, такая мерилка. Я мирюсь, 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 и я больше не дерусь. Ну а если подерусь, в грязные лужи окажусь. И последние слова этой дразнилки, конечно, у детей сразу вызывает смех, и они забывают, порой забывают о том, о чём они спорили, и что послужило конфликтом их раздора. А вот такая дразнилка. Жадина, жадина, руки напомадены. Кушай, кушай поскорей, но смотри, не растолстей. Ситуация та же. То есть чувство юмора позволяет детям отойти от конфликта. Вот такая обзывалка. Обзывайтесь, обзывайтесь, как лягушка раздувайтесь. Ква-ква-ква, ква-ква-ква. Вот и все твои слова. То есть эта обзывалка говорит о том, что ребёнок не придаст значения словам, которые нанёс ему обидчик, а все они сведутся к слову ква-ква-ква. Что само по себе уже говорит о том, что у ребёнка сформированы некие коммуникативные навыки, которые позволяют ему благополучно выйти из конфликтной ситуации или уйти от неё. Но и в заключении своего выступления хочется сказать, что для социально-коммуникативного развития дошкольников огромное значение имеет не только игра. Занятия, беседы, упражнения, знакомство с музыкой, чтение художественной литературы, обсуждение различных ситуаций, поощрение взаимопомощи и сотрудничества детей, их нравственных поступков, всё это становится кирпичиком, из которого складывается Личность человека. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. Спасибо большое, Наталья Васильевна, за предоставленный опыт. Но сейчас, коллеги, мы завершаем работу нашего семинара. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чате ваши замечания, предложения, пожелания. Следующий семинар у нас состоит 17 ноября. Семинар будет очный, посвящен он основным направлениям развития ребёнка дошкольного возраста в аспекте духовно-нравственного воспитания. Поэтому приглашаем, принимайте участие. Материалы, которые сегодня были озвучены, и презентации будут выставлены на сайте нашего института. Вы можете с ними познакомиться. И видео с записью этого мероприятия. Для тех, кто не смог по объективным причинам присутствовать на нашем мероприятии. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. Ждём вас на следующих мероприятиях. Пожалуйста, обратная связь в чате. Вопрос, подожди. Будет ли сертификат? Так, коллеги, здесь возник вопрос. Будет ли сертификат? Я в начале учебного года, когда проводила первый семинар, всегда объясняю, что, проводя первый семинар, всегда объясняю, что семинар, сертификат мы выдаём по итогам работы за учебный год. Если вы приняли участие 24 часа в наших семинарах, значит, вы получаете сертификат участника постоянно действующих семинаров. Сюда включаются какие семинары? Это и очные семинары, и заочные семинары. Заочные семинары у нас, вы считаете, 3 семинара по 2,5 часа, это 8 часов уже будет. И плюс очные семинары, значит, нужно 2 очных посидеть и 3 заочных, тогда получается 24 семинара. Или 3 очных семинара по 8 часов, 8,3, 24 часа. И в мае месяце мы уточняем, кто может претендовать на получение сертификата. Оплачивайте 50 рублей за сам бланк сертификата, и получается сертификат. Ну да, я вижу, спасибо коллег за информацию. Действительно, сегодня у нас присутствуют педагоги-психологи, которые отсутствуют в нашем штатном расписании во многих учреждениях. Но их практические советы, я думаю, что они принесут пользу в воспитании и в становлении духовного нравства на воспитании дошкольников. Большое всем огромное спасибо, что вы пришли, приняли участие в работе семинара. Мы приглашаем на следующее мероприятие. Спасибо. 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 Спасибо.